Я думаю, можно говорить без микрофона, так, чтобы я не заболтался, часы где-нибудь есть, а то я отниму слово у почетного гостя нашей презентации, профессора МГУ, доктора экономических наук Ирины Львовны Тимониной, япановеда и не только япановеда, и большого друга нашей семьи, но, надеюсь, она будет судить обо мне достаточно нелицеприятно, хотя, скорее, приятно. Очень на это хотелось бы надеяться. Я скажу, во-первых, с чего я хочу начать. Не подумайте, что это, так сказать, кукушка, хвалящая петуха. Я хочу начать с благодарности издательству «Нестор История», потому что работал я очень со многими издательствами в своей жизни, коммерческими, научными и ненаучными. В некоторых издательствах я выпустил много книг, в некоторых всего по одной, пожалуй, от одного издательства, которое я не хочу здесь называть, а совершенно оберзительное впечатление. Что хочу сказать, в издательстве «Нестор История» работают адресно с каждым автором. Вот, знаете, особенно работая с крупными издательствами, там часто работает принцип «Кого буфетчица, уборщица, что у вас много ядно». То есть, там не работают с конкретным автором, там идет самотеком какая-то машина, у художников одно, у редакторов другое, у производственников третье, про отдел реализации уже вообще не говорю. Вот, там не отвечают на письма и в результате не присылают верстку или не присылают картинки, в результате получается у семи редакций «Дитя без глаза». Вот, надо сказать, за время моего сотрудничества с издательством «Нестор История», я очень надеюсь, что оно будет продолжаться. Бывали какие-то мелкие технические сбои, мелкие несогласования, но где их не бывает, но в результате книги получились даже лучше, чем я думал, эффектнее, потому что, честно говоря, как-то так получилось, смотря в компьютере верстку, я не предполагал, что книги будут такие большие и красивые. И когда уже я увидел их воочию, а это было буквально неделю назад, когда я прилетел из Японии, это, конечно, был для меня дополнительный сюрприз. О чем эти книги, как говорится, почему их стоит купить? Значит, ну, у сборника «Непрошедшее прошлое» история такая. То есть, это не монография, это сборник статей на довольно-таки разные темы. Они все были опубликованы в различных российских академических изданиях, но они никогда не входили в мои книги, и для этой книги все они были обновлены, исправлены, что-то я вот уже свежим взглядом, некоторые были написаны довольно давно, я их свежим взглядом перечитал, что-то поправил, уточнил, где-то обновил научный аппарат, и, в общем, как мне кажется, книга получилась довольно цельной, потому что она сосредоточена не просто вокруг Японии, а я говорю, я не люблю, когда меня называют японистом, потому что круг моих интересов весьма широк, он включает и русский «Серебряный век», как можно заключить, и следующие книги, и сюжеты, связанные с Германией, Францией и так далее. В общем, для меня интересно, как это все увязано вместе. Поэтому в этой книге такое большое место занимают сюжеты, связанные с традиционализмом, в частности, с традиционной японской религией синта, с консерватизмом, с национализмом, ну, этот спектр тем, эта тематика мне вообще близка, с начала 90-х годов этим всем я занимаюсь. Второй, значит, здесь такой сюжет, что ли, или вторая сфера, это образы и репрезентации, то есть меня всегда интересовало восприятие Японии за границей. Что иностранцы в Японии видели и почему? Что значит почему? А что очень многие видели только то, что им показывали японцы. И мне кажется, что, ну, как, я не знаю, наверное, мои работы представляют интерес для японистов, но я, скорее бы сейчас, адресовался к ней японистам, потому что, в общем-то, вся, очень многие эти темы, они актуальны и для России, допустим, огромная неисчерпаемая тема восприятия сначала императорской России, потом Советского Союза иностранцев. И вот как раз я говорю, я не хочу проводить никаких аналогий, но, в общем-то, все авторитарные режимы поступают с визитерами одинаково, они очень тщательно, старательно показывают визитерам то, что они хотят показать и хотят, соответственно, оградить визитеров от нежелательных впечатлений. И вот поэтому как раз в этой книге рассматривается восприятие Японии такими людьми, как Клод Фарер, знаменитый французский писатель, большой япанофил, как Николай Рерих, наш знаменитый художник, и не только художник. Я хочу отметить, что как раз глава о Рерихе, написанном мной в соавторстве с Владимиром Андреевичем Россовым, доктором исторических наук из Государственного музея Востока, это сейчас, пожалуй, лучший специалист по Рериху, причем не только, так сказать, по Рериху-художнику, но прежде всего Рериху, так сказать, Рериху-путешественнику, Рериху-общественному и политическому деятелю. И вот это как раз у нас получился такой хороший тандем, потому что у Владимира Андреевича был собран богатый документальный материал, в частности, из фондов Нью-Йоркского музея Рерихов. Сначала о выставке японского искусства, которая была организована в музее Рериха в Нью-Йорке в 1933 году, а это время такое, понимаете, уже когда очень сильно на Дальнем Востоке пахла война, уже после оккупации Манчжурии, и, соответственно, отношение к Японии в США было уже весьма негативное. Ну и второй сюжет, в общем-то, как-то ранее никем не исследованный, это приезд Рериха в Японию в 1934 году. У Владимира Андреевича накопился большой материал, который, скажем так, он не мог должным образом освоить, прокомментировать и так далее. А, собственно говоря, кто были те японцы, с которыми встречался Рерих. Мы объединили наши усилия, и в результате получилась, по-моему, очень интересная работа. У Владимира Андреевича много других замыслов, а я все-таки, как раз я с ним на днях встречался, я не оставляю надежды, что мы все-таки сделаем книжку Рерих и Япония, если мы ее сделаем, обязательно принесем вам. Потому что вы, помимо всего прочего, еще очень хорошо Несторая история работает с иллюстрацией. Я вообще иллюстрациям ко всем своим книгам уделяю очень большое внимание, их сам подбираю, сам как-то комментирую и так далее, стараюсь выстроить из них какой-то логический ряд. И мне было приятно встретить, так сказать, понимание и уважительное отношение к авторской воле и в отношении иллюстрации в издательстве, потому что не все. Издательства, скажем так, этим отличаются. Ну и, конечно, люди, знающие мои работы, уже, наверное, может не будут смеяться, а просто улыбнуться, увидев фамилию Джорджа Вирика. Соответственно, и в этой книжке вы спросите, а какое отношение Вирик имел к Японии? На самом деле, отношение он к ней имел и несколько раз, но тут включена статья как раз в рамках тематики образов и репрезентаций. Вирик в годы Первой мировой войны, точнее, в годы нейтралитета США, он был главным прогерманским пропагандистом в США, он издавал журнал «Фазерленд» и антиантантовский. Поскольку Япония была членом Антанты, ну и японцам там попутно тоже изрядно доставалось. «Зорги» Рихард, тоже один из моих любимых исторических героев в книге, фигурирует именно через призму образов и репрезентаций, как менялся после Второй мировой войны, как менялся образ Зорги в пропаганде в литературе, скажем, в Америке, в Европе, ну, естественно, и в Советском Союзе. Правда, надо сказать, эта книга уже была издана до выхода на экраны кошмарного телесериала «Зорги», известного в народе как «Позорги», я публично поклялся в Фейсбуке, что посмотрю весь сериал, вы знаете, ну, редко так бывало, но я слова своего не сдержал, я сломался в конце третьей серии, сказав, что эту продукцию я больше смотреть не могу, мне даже при всей профессиональной этике жалко тратить свою жизнь, значит, вот на эту, да, на эту продукцию. Вот, вот такая вот книга, то есть она с одной стороны, я говорю про непрошедшее и прошлое, она с одной стороны академическая, то есть это научное издание, это сборник научных работ, с другой стороны, и не случайно, что они вышли в популярной серии РФФИ, все-таки они написаны, я уж так скажу честно, человеческим языком, это вообще мое кредо как автора, что надо писать так, чтобы люди тебя понимали, что я вижу своего читателя, мой читатель, это человек, который интересуется примерно тем же, чем и я, но он просто не знает то, что знаю я, я ему просто могу про это рассказать, я, собственно, когда читаю книги сам, выбираю, что читать, выбираю книги, в которых, которые написаны на хорошем уровне, но в которых рассказывается то, чего не знаю я. Вот, ну, я думаю, может, Ирина Львовна скажет несколько добрых слов еще о моей книге, а то я так сижу, понимаете, сам себя нахваливаю. Нет, вы информируете читателей потенциально. Вы знаете, я начну с напоминания об одном историческом, не знаю, анекдоте или факте, сам я в сторонах и не читал, но высказаться могу, но в данном случае я, наверное, имею право все-таки высказаться вот об этой работе, которую целиком вот в данном уже формате, как она сейчас выглядит, я еще, к сожалению, не имела возможности с ней знакомиться, но я очень хорошо знакома с творчеством предыдущим Василия Линарховича. Ну, из большей части этих статей по их публикации... Да, вот за исключением, вот я сейчас слушаю вас, так сказать, с интересом опять, да, за исключением вот Рериха, остальное вот, ну, в том или ином варианте, вот, но мне кажется, что ценность этой книги, что здесь вот именно собрано все это вместе, и вот скажу, почему, какой мой вот взгляд на это, именно вот на такую, как сказать, компоновку. Вот данный формат и по содержанию, ну, кстати говоря, тоже мои элементы, самые искренние издательства, этой книги, она очень современна. Знаете почему? Вот я работаю в образовательной сфере и, ну, наверное, имею представление, как молодое поколение, поколение Z, оно воспринимает информацию и так далее. Оно и воспринимает фрагментарное, и каждый для себя складывает какой-то пазл. И вот в этой книге читатель, не только японист, я сейчас скажу об этом отдельно, мне даже кажется, она вот больше для других людей, так сказать, будет интересно, возможно. Каждый для себя вот откроет что-то действительно новое, вот я с вами согласна абсолютно, сложит свою картинку, и каждый сюжет может повести к изучению чего-то нового, совершенно вот в разные стороны. Вот мне кажется, это очень важно. И в связи с этим, вот почему я, так сказать, упомянула для японистов, не для японистов, во-первых, книга для людей, это не артхаусное кино, это вот для кого снимают, для людей, это для людей, стиль я знаю при высоком, так сказать, научном уровне и полной доказанности каждого даже мелкого факта. Я вот сноски очень люблю, вот сносок всегда очень много, ссылок это вот очень-очень хорошо. Часто специалисты по той или иной стране, страновики, как мы говорим, или регионы Веды, они грешат тем, что, в общем-то, естественно, что их страна кажется им абсолютно уникальной, вот такого вот вообще в мире ничего нет, и вот в работах Василий Нарковича этого нет. Это показано именно в контексте, что придает, в общем, объективность работам, и в этой книге я уверена, что это тоже есть. И в данном случае широта вот такого охвата, она, в общем, не в ущерб, поскольку это результат уже многолетней работы по тем или иным вот аспектам, не в ущерб глубине исследования. То, что это актуально для современного мира, и не только для России, для понимания других стран, это даже не подлежит, так сказать, сомнению, история много раз повторяется, это, так сказать, мы знаем. По стилю. Я люблю работы Василия Нарковича, вы уж не обижайтесь, я вот правду скажу, да, я люблю эти работы, потому что они легко читаются, и это та легкость, и та простота, которые вот, как бывает в игре актеров, вот непонятно, как это достигается, вот непонятно, но это легко, и главное, что это интересно. Вот все-таки должно быть интересно. И научно-популярная, и не побоюсь этого слова, научная литература, все-таки она должна быть интересной. Вот я студентам всегда говорю, главное, чтобы нам всем было весело и интересно. У нас не синхронтезонтрон, у нас гуманитарные, так сказать, науки, чтобы было интересно и весело. И если кто не знает, по-моему, еще вот как-то эта тема пока особо не прозвучала, Василий Линахович, еще известный коллекционер различных, как можно сказать, артефактов, да, связанных с литературой, литературой Ведением, Серебряным веком, и не только Серебряным веком, это огромная научная работа тоже. Я знаю эти коллекции, да, это тоже огромная научная работа, и как раз это позволяет, как мне кажется, давать прекрасные иллюстрации, которые вот они имеют тоже самоценность, вот как мне кажется. Но они имеют ценность в книгах, изданных, тогда, когда издательство постаралось. Так что еще раз вам большое спасибо, мне было очень приятно с вами познакомиться и с работой вашего издательства, которая, ну а что лучше всего говорить о работе издательства? Книга, вот так как она, ее приятно взять в руки, ее хочется читать, я ее, безусловно, буду рекомендовать всем японистам и не японистам. Ну и в час добрый и автору издательства. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте, издательство. Да. Так вот присоединяюсь, присоединяюсь.